Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. День России. Как не пропустить все самое интересное, рассказывают организаторы праздника. Минералка на экспорт. Анапская целебная вода уже получила известность во всей стране. Беседки для отдыха и живой навес из лиан. В Анапе продолжается благоустройство. Несколько дней осталось до большого события – официального открытия курортного сезона. Для наших гостей это яркий праздник, а для большинства анапчан – ежедневная ответственная работа. И в первую очередь для городских служб. Глава Анапы Сергей Сергеев еще раз напомнил подчиненным. Жители гостя курорта требуют от муниципальных служащих порядка в городе. И эти требования совершенно справедливы. Начался массовый заезд детских групп. Сегодня в здравницах Анапы отдыхает свыше 13 тысяч детей. Замглавы Людмила Мурашова докладывает. На внеочередное заседание межведомственной комиссии будут приглашать медработников здравниц. Медицинский фильтр на приеме детей должен работать качественней. Возьмите в течение недели, отснегите вызов скорой, раз, детские дошколы, оздоровительные учреждения, и госпитализацию в детскую больницу, два. И потом предъявите претензии к тем здравницам. Они же вам скажут, врачи, приобретенная, либо завезенная. По поручению главы Анапы продолжается еженедельный мониторинг объектов, незаконно осуществляющих деятельность в сфере приема отдыхающих. На этой неделе было выявлено 30 средств размещения объектов в санитарно-курортном комплексе, который экранирует себя как гостиница, на самом деле, или приживец. Все материалы направляются в кадастровую палату и ресурсоснабжающие организации. В городском хозяйстве приоритеты не меняются. Благоустройство, санитарная очистка. На контроле сфера пассажирских перевозок. Самая актуальная на сегодня тема – организация достойного отдыха наших гостей. Сергей Сергеев потребовал поднять его распоряжение о закреплении пляжных территорий за заместителями и сделать его руководством к работе. С нас люди, жители, гости наши требуют порядка. И они совершенно справедливы. Ежедневно должны приниматься меры для устранения нарушений, будь то антисанитария или незаконные услуги на пляжах. Зная наших, Донской кубок гаражистов определил победителя 2017 года. Лучшим частным виноделом и обладателем кубка второй год подряд стал анапчанин Валерий Асланов. Его вино – неоднократный победитель престижных российских и международных конкурсов. Если в третий раз кубок не сменит владельца, то он останется у победителя навсегда. Поздравляем Валерия Ставровича с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов и побед. В сюжете наших коллег из телерадиокомпании «Дон ТР» обо всех подробностях фестиваля. Ну что, попробуем? Ермака Тимофеевича нашла. В бутылке с благородным напитком местные виноделы, кажется, закупорили саму историю Дона. Гостям фестиваля «Цемлянской лозы» предлагают попробовать вина, названный в честь известных и легендарных героев Донской земли. Здесь и улыбка Аксиньи, и купаж Каледин, и Емельян Пугачев. Удивлен. Удивлен то, что предлагают, главное, что рассказывают, дают советы. На праздники представили коллекции вин больше 20 гаражистов из всей России. Так называют малых виноделов, которые готовят авторские напитки в домашних условиях по старым традиционным рецептам. Для того, чтобы выбрать лучший сорт вина в поселок Саркел Цемлянского района, на конкурс Донского кубка гаражистов 2017 прибыли известные сомелье и винные критики. Донские вина исторически были первые в российском виноделии. И такие сорта, как красностоп, золотовский, цемлянский, черный, плечистик, сибирьковый, они являются самыми старыми сортами России, автохтонными, исконными сортами Дона. Жюри выбирало лучший напиток и сотни образцов. Оценивали аромат, вкус, структуру вина, послевкусие. По каждому критерию выставляли баллы. Для винодела самое дорогое – это общественное признание у жюри. Каждый год выбирается лучшее вино, и это забывается. На Новый год выбирается новый. А кубок на нем гравируется, название предыдущего вина. И потом собирается вся история. За много-много лет можно проследить, какие вина будут. В итоге высокую оценку экспертов получили гаражисты Ставропольского и Краснодарского края. А почетным обладателем переходящего кубка второй год подряд стал винодел из Анапы Валерий Асланов. Благородный напиток сорта Пина Нуар признали самым изысканным. Жительница одного из северных регионов России после визита в Анапу заказала себе 200 бутылок минеральной воды. Сегодня в Анапе действует 11 бюветов. Специалисты говорят, что у курорта большой потенциал повода и грязи лечения. Этот бювет построили специально к новому курортному сезону. Михаил приехал с семьей, женой и двумя детьми. В Анапе он впервые к морским и солнечным ваннам. Знакомые порекомендовали попить еще и местной воды. Решили, что это будет столовая с минимальной минерализацией. Это очень нравится. Ощущение, что в этой шелаке за животом легче стало. Бутылочку покупаем с утра, идем с утра, и вечером бутылочку покупаем. Здесь же вода, которую подвозят непосредственно из источника. Она без газа, ее нужно пить не отходя от крана. В начале 20 века, когда использовали не скважины, а открытые источники, первооткрыватель Анапы как курорта Владимир Будзинский построил санаторий на 120 мест с питьевым бюветом. В 60-х годах к теме вернулись. Сегодня в городе-курорте есть месторождение лечебной грязи и 6 скважин с минеральной водой. Половина для наружного, а другая для внутреннего употребления. Из питьевых вот у нас три месторождения. Семигорская 6 лечебная, аналог Исентуков номер 17. Но отличается от нее тем, что у нас еще имеется йод в составе. Семигорская 1 лечебно-столовая, аналог Исентуков номер 4. То же самое содержится в составе йод. Михаил Репетилов на предприятии с 1985 года. В то время еще существовал план строительства Большого бювета. Со временем государственная инициатива сошла на нет, а инициатива частная пока только пробуждается. Хотя эксперт полагает, что потенциал у водолечения в Анапе огромный. А его использование могло бы помочь заполнять гостиницы не только в пляжный сезон. Продолжая тему о целебных свойствах минеральной воды, местные жители рассказали, как они видят будущее Анапы в качестве бальнеологического курорта. У нас воздух морской, и во-вторых, пляж у нас очень хороший, и лечение у нас хорошее. Санаторий много, которые можно, везде доступно полечиться. У меня есть знакомые, которые хотели тут лечиться, узнают грязи и прочее, прочее. Тоже такая же вода, но только другая, чем в Исентуках, например, и лечить деду. Так что почему нет? Здесь она полезная, развивается. У нас и Семигорская, и Анапская хорошая вода. Отличная вода. И как с собой нашим всегда. Благоустройство Анапы продолжается. Основные работы завершены. Теперь задача коммунальщиков – поддерживать чистоту и завершить мелкий косметический ремонт. Так на улице Тургенева специалисты Ремстрой занимаются благоустройством беседок для отдыха. В течение двух дней они покрасят каркасы, беседок и лавочки, которые стоят в них. А особые лианы, которые растут все лето, сделают в этих беседках живой навес, где жители и гости смогут отдохнуть от палящего солнца. Кроме этого, на набережной продолжают замену старых урн на новые. Только за сегодняшний день специалисты Ремстроя установили 25 штук. Город меняется и расцветает. Гости курорта особо подчеркивают, что благоустройство действительно на высоте. Есть где отдохнуть. Самое такое место вообще красота неописуемая. Там, где я был, мне, например, нравится гулять по набережной. Она достаточно красиво сделана, благоустроена. И достаточно чисто всегда в ней. Постоянно с детьми гуляем в Ореховой роще. Тоже очень нравится то же самое. И достаточно красиво все сделано, культурно, благоустроенно. Вполне как бы устраивается. Мне понравилось очень чисто по улицам. Много насаждений. Мне тоже это мне понравилось. Ну, очень чисто, уютно, аккуратно, благоустроенно. А в День России жители и гости города-курорта смогут спеть гимн вместе с молодыми активистами. Об этом рассказали сегодня в Управлении по делам молодежи. Мероприятия будут проходить как в Анапе, так и в сельских округах. Различные тематические мероприятия и концерты будут проходить в клубах и на летних дворовых площадках. На театральной площади состоится рок-фестиваль «Родина зовет». В нем примут участие анапские коллективы, а также гости из Южного федерального округа. Представители молодежных советов при главах сельских округов навестят ветеранов, тех, кто внес вклад в развитие территорий. Впервые в этом году по инициативе молодежных организаций на улицах будут раздавать ленты с триколором и тексты гимна России. Желающие смогут спеть один или несколько куплетов вместе с активистами. Наша анапская инициатива, поддержанная, выдвинутая нашими молодежными активистами и нами полностью поддержанная. Абсолютно. Это не только будет, я говорю, мы не замыкаемся в разрезе города, городской черты. Мы идем дальше, шире, сельские округа в обязательном порядке. Не только центральная часть города, это площадь, как обычно, или сквер Гудовича, это и дворовые территории, внутри домовые территории. Отрабатываем плотно с органами территориального самоуправления. Краевой Роспотребнадзор опубликовал список безопасных детских здравниц Кубани. По результатам проверки в список безопасных и комфортных вошли 105 санаториев и лагерей Краснодарского края. Эти лагеря Черноморского и Азовского побережья соблюдают все необходимые условия для отдыха детей. В список вошли все крупные анапские здравницы, ВДЦ «Смена», «Санаторий Вита», «Жемчужина России», «Энергетик», «Янтарь» и другие. Отдохнуть здесь можно комфортно и безопасно. Так считают в Роспотребнадзоре края. Также успешно прошли проверку небольшие и даже палаточные лагеря. Полный перечень здравниц, к которым Роспотребнадзор не имеет претензий, опубликован на официальном сайте ведомства, адрес которого указан на экране. Внимание! Экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 6 и 7 июня местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 17 метров в секунду. На реках ожидается подъем уровня воды. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает, будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятия и организации принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру А я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok